Русской народной музыкой, русскими инструментами в США стали интересоваться еще со времен Хрущевской оттепели, давшей зеленый свет целому ряду выдающихся деятелей искусства коллективов на гастролях США. Этот интерес зародился после того, как Америка увидела и услышала Моисеева, Пятницкого, Осипова. Эти выступления в больших городах вдохновили многих американцев, и детей эмигрантов попробовать свои силы в музыке. По словам одного из основателей Американской ассоциации Балалайки и Домбры, Чарли Рапопорта, К 1970-м годам в США уже появилось более 15 коллективов музыкантов-балалайчников. Из всей фольклорной музыки в мире именно русская почему-то ближе других, американскому сердцу. Мы чувствуем ее, мы ее глубоко переживаем, как грусть и печаль романцев, так и заразительную удаль танцев. Все эти чувства выходят за рамки русских слов, которые большинство из нас не понимает. Все идет прямо в сердце, в душу. У основателей ассоциации «Путь к русским народным инструментам» был разный. Так, дед Чарли, выходец из Одессы, играл на балалайке. Роман с русской народной музыкой и его коллеги по ассоциации Лин Карпентер-МакКоннелл начался по чистой случайности. Будучи студенткой Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, я узнала о классе балалайки. После первого же урока я влюбилась в эту музыку. У меня нет никаких русских корней, я просто полюбила эту музыку. Лин и Чарли вместе с баянистом из Филадельфии, Стивеном Воловником, стали сдавать новостной бюллетень и писать письма дирижерам, в надежде найти единомышленников. Их труд и усилие не просто увенчались успехом, но и превратили их начинание в международный феномен. Сегодня в Американской ассоциации балалайки и домры состоят 400 музыкантов со всего мира. На большой ежегодный концерт, который состоялся под Вашингтоном, ехали как новички, так и ветераны BDA. Житель Атланта Кирилл Чернов участвует в нем уже третий год. Моим друзьям американцам нравится русская музыка. Они знают о ней не так много, как и своей, конечно, но я всегда стараюсь играть про них на джем-сэшн, как американские мелодии, так и русские. Рон Макван из Пенсильвании. Здесь уже в тридцатый раз. Играть на балалайке он начал с 13 лет, услышав, как исполняют музыку друзья родителей. Я не думаю, что среди музыкальных инструментов есть хоть один похожий на балалайку. Ни по своей физической форме, ни по звукоизвлечению, ни по тому, какие эмоции она рождает. Нет такого инструмента, с которым бы я сравнил ее? Рон побывал в России несколько раз. Одним из самых запоминающихся моментов стал его двухнедельный круиз с оркестром по Волге. В 1988 году его коллектив вместе с музыкантами из других стран выступил в Ярославле, Москве и Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «Струны России». Русские так удивлялись тому, что американцы любят их музыку, могут исполнять ее профессионально. Музыка стоит вне политики, люди просто забывают о ней, когда слышат ее. По словам вокалистки Анны Гуденковой, язык музыки универсален, и поэтому прочное американское будущее этого коллектива любителей русской музыки уже предвижено. Так как BDA состоит в основном из американских представителей, вот это очень впечатляет, насколько они восхищаются этой музыкой, насколько она их вдохновляет. Каждый просто расслабляется и играет разные русские песни, некоторые из них даже поют. И это потрясающе. Полный зал искушенных слушателей аплодировал долгое и с искренним удовольствием и произведениям Рахманинова, и Шостаковича, и современным аранжировкам. Мы любим русскую музыку. Хочу отметить, что сегодня мы услышали очень хорошее исполнение. Эти музыканты – профессионалы. Я получил большое удовольствие. Ева Болдина, Михаил Майсурадзе. Настоящее время. Америка. 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 Америка.